Продолжение следует... 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 Разработка проектов местного развития и местное развитие. Так, презентация назначаем. Презентацию еще вот. Так, Гориндовы? Еще нет. Так, сейчас. А завершить. Ваш коначалок. Вон так. Так. Гориндовы? 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 Демонстрация экрана. Мы сами тестировали. Гориндовы? Нет. Сейчас завершить. Так. Демонстрация экрана. Так. Именно Гориндовы. Гориндовы? Гориндовы. И Гориндовы. Угу. Так. Значит, ваша презентация. васил Акруназер. Угу. Угу. Так. Значит, начнем с чего? что вам раздали форму, которую вы должны будете заполнить. Эта форма включает основные разделы проекта, которые вы будете реализовывать. Требования к проекту мы рассмотрим во второй части сегодня, после презентации вообще, как пишется проект. Значит, первое, цель проекта, вообще, что такое проект? Это проект, это деятельность, которая завершается появлением чего-то такого, что до этого не существовало. То есть, если вы выполняете какую-то деятельность, и ничего нового не появляется, это не является проектом. Значит, и цель проекта показывает, что вы собираетесь получить после его завершения. Значит, что может появиться? Может появиться физический объект или услуга, которой до этого не было. В том числе, это могут быть не обязательно физический объект или услуга, в том числе, это могут быть новые знания, новое понимание, новые подходы, которые вы начали использовать в своей работе. То есть, это может являться целью проекта. В целом, цель проекта должна быть сформулирована в виде долговременной пользы, которую получат бенефициары после реализации проекта. То есть, нельзя сказать... Материалы тузели горнотасынерге, бізге болвай айтат көргунга. Горнотасынерге? Горнотасынерге? Биржаны киши болты олама. Да, горнотасынерге? Да. Тузели горнотасынерге? Мен кун сиз, экранынс? Мақыланда, бене өзім олданар кетті. Так, значит, таким образом, целью проекта не может быть... Например, нельзя написать целью проекта. Отремонтировать дорогу. Потому что в этом слове, в этой цели проекта не видна польза, которую получат бенефициары. Значит, надо формулировать цель проекта так. Допустим, улучшить условия для транспортного сообщения. Или уж улучшить, там, допустим, улучшить... Именно, если стольское настроение дороги, улучшить возможности, допустим, для местного населения доезжать до района. То есть в цели должна быть указана именно польза, которую получат бенефициары. Мы вот сейчас будем когда конкретный пример рассматривать, посмотрим, как это делается. Значит, при написании цели проекта необходимо использовать глаголы 10. сократить, увеличить, уменьшить, улучшить, информировать и так далее. Значит, эти глаголы показывают, что изменится в условиях жизни, знаниях, умениях и поведении бенефициаров. После проекта. Понимаете? То есть само строительство дороги, само по себе, как бы непонятно для чего это. Значит, поэтому обязательно надо писать. Улучшить доступ к чистой питьевой воде для, там, населения такого-то села. Нельзя, это, то есть не надо писать в цели проекта построить водопровод. Или отремонтировать, там, 3 километра водопровода. А именно указать в форме, что вы собираетесь улучшать в жизни бенефициаров. Так, это особенно важно, когда вы подаете заявку на проект финансирования международных доноров. Они на это очень внимательно смотрят. Что вы рассматриваете проект с точки зрения именно развития, местного развития. Что этот проект поможет местному развитию, значит, улучшить условия жизни, здоровье, там, доступ к воде, доступ к услугам образования, доступ к услугам здравоохранения и так далее. Ну и, когда вы пишете проект, надо знать, что он ограничен во времени, имеет начало и конец. Часто проекты пишут так, мы будем что-то делать. Но проект должен обязательно иметь дату начала и дату окончания. И к окончанию проекта должны быть завершены его основные, достигнуты основные цели. Вот опять мы вернемся к целям проекта. Цель проекта можно назвать конечным результатом проекта. Например, доступ к чистой питьевой воде получили 450 жителей села. Вот это конечная цель проекта. Чтобы достичь этого конечного результата проекта, то есть цели, надо получить какие-то результаты промежуточные. Вот это уже физические объекты, продукты и услуги, создаваемые проектом. Например, вот для того, чтобы достичь вот этот конечный результат, надо проложить 3,5 километра водопроводных труб и установить 23 колонки. То есть то, что часто формулируют как цель проекта, это результат проекта, который приведет к цели. И вот цель проекта, таким образом, это воздействие вот этих результатов промежуточных физических объектов и услуг на жизнь бенефициаров. Цель проекта достигается только если бенефициары используют результаты проекта. Если, допустим, вы проложили эти водопроводные трубы, установили колонки, но в силу каких-то причин жители не пользуются, например, дорого, не хотят платить, так, или, допустим, вода там подается, допустим, ну, маленькой струйкой и так далее. Значит, вы цели не достигли. Вы результаты проекта получили, то есть построили водопровод, колонки установили, все сделали, а цели не достигли. Потому что бенефициар, в конце концов, не пользуется этими результатами. Вот это очень важно, потому что это проблема не Кыргызстана, не наших сельских проектов, не наших там национальных проектов. Это проблема мировая. В мире очень много примеров дорог, на которых нет автомобилей. Есть построенные больницы, где нет пациентов. Есть построенные школы, где нет учащихся и так далее. И эта проблема, ну, в мире очень много таких примеров. Вы, может быть, читаете, вот по телевидению видите, в интернете смотрите, что читаете, об этом часто пишут. И поэтому, когда вы формулируете цель проекта, вы должны ее понимать, что в конце концов вы это делаете, чтобы бенефициар воспользовался этим результатом. Тогда вы сделаете вклад в местное развитие. Вот это вот тема, одна из, одна из, как, часть названия нашей темы. Это местное развитие и проекты местного развития. Теперь, вот в вашей форме там есть, что надо описывать пользу. Вот мы, как говорили, в цели уже должно быть написано пользу, которую вы видите. Ну вот теперь уже более детально пойдем, как описывать пользу. Значит, пользу надо описывать как улучшение ситуации, в которой находились жители. Например, вот для того же проекта Таза-Асу, это уменьшение количества инфекционных заболеваний. Значит, если человек стал, вот, население стало пользоваться водой вместо АРК из колонки, соответственно, инфекционные заболевания уменьшатся. Конечно, до нуля они не сойдут, потому что причина инфекционных заболеваний не только вода. Там есть руки чистые и так далее, то есть много других причин. Вторая польза, какую жители могут пользоваться, уменьшение времени на доставку воды. Допустим, в основном доставляют у нас женщины, дети и так далее. Значит, у женщин станет больше времени на другие заводы. И, соответственно, какую пользу? Улучшение условий для ведения домашнего хозяйства. Ну, ее можно описать по-разному. Стало легче стирать белье, стало легче кормить скотину и так далее. То есть много всяких. И вот это все надо описать. Когда вы будете проект описывать, вот вы должны эту пользу увидеть. Какая польза будет? Значит, рекомендуется указывать данные о количестве жителей, для которых ситуация улучшится. То есть не просто написать, что улучшится доступ к чистой питьевой воде, а конкретные количественные данные. Вот, например, это для проекта восстановления ирригационных сетей. Для 150 фермерских хозяйств увеличится количество поливной воды на 40% указать, на сколько. Для полива 60 гектаров полей. То есть мы здесь указываем, сколько хозяйств, на сколько процентов и сколько площадь земли, полей, которые будут орошаться. Например, для проекта Тазасу уменьшится расстояние до колонки с питьевой водой с 2 километров до 20-100 метров. Для 540 домохозяйств. То есть здесь мы указываем количественные данные уже пользы. Потому что одно дело, допустим, если это будет для 10 хозяйств, другое дело, там, для 500 или 1000. Или, допустим, для проекта в сфере образования, вот 450 детей и 32 учителя получат от ремонтированной классы. То есть указать количественные данные, сколько людей будет пользоваться этим результатом. Также, когда описывается польза, можно указать количественные данные об объектах и услугах, которые будут получены проектом. Об этом мы уже говорили. Вот метры или километры от ремонтированных дорог, количество установленных колонок, кубометров в сутки поливной воды, количество от ремонтированных классов и так далее. Но, опять мы возвращаемся к тому, что я говорил, когда мы пишем цель. При этом надо помнить, что объекты и услуги, полученные проектом, принесут пользу только, если жители села будут пользоваться ими. То есть мы в первой части писали, как жители будут пользоваться, сколько жителей. Но вот здесь мы пишем уже, сами объекты описываем. Но сами объекты сами по себе не являются пользой. Они являются пользой, когда ими пользуются. То есть пайда, пайда ланса. Пайда ланваса, пайда дё. У нас просто иногда это пользу и пайда понимают, как, скажем так, прибыль. То есть то, что получил. Ну, можно получить что-то, но этим не пользоваться. Поэтому здесь мы пайда именно понимаем с точки зрения... Пайда ланваса, пайда ланваса, пайда ланваса. Так. Теперь, вот у вас там будет раздел в форме, где надо описывать улучшение, как проект повлияет на улучшение работы Айла Кмэту или Айльного Кенеша. То есть часто, ну, это ведь уже третий курс такой, часто в этом разделе люди, это, участники пишут, повторяют опять, как улучшится положение жителя Айла Кенеша. Но мы здесь пишем именно органов управления, или Айла Кенеша, или Айла Кенеша, какую пользу им принесёт это. Ну, вот здесь написано, что ясно, что чем лучше будет положение жителей Айла Кенеша, тем легче будет работать сотрудникам Айла Кенеша и депутатам Айла Кенеша. И надо попытаться установить связь. Что это? Уменьшится количество жалоб, улучшится, допустим, отношение жителей села к работе Айла Кенеша, и они будут поддерживать инициативу и так далее. То есть, как это проявится в работе Айла Кенеша? Реализация проекта какого-то. Ну, и, конечно, могут быть проекты, которые напрямую направлены на улучшение работы Айла Кенеша. Допустим, Айла Кенеша и Айла Кенеша. Но тогда вы должны показать, что, допустим, повысить квалификацию сотрудников Айла Кенеша в какой-то сфере. Например, в сфере регистрации местного населения, если этим занимаются, или так далее. Или в сфере оказания социальной помощи. Но тогда вы должны показать, что этот проект какую пользу принесет жителям. Как повлияет повышение квалификации Айла Кенеша на жизнь жителей села. Там также есть раздел участия населения. Вот какие формы участия населения? Это вот только некоторые виды, которые лежат на поверхности. Например, жители являются инициаторами проекта. То есть они или письменно обращаются, устно, на сходах, на собраниях, просят, допустим, отремонтировать дорогу. Или установить там освещение на такой-то улице и так далее. Потому что проект, то есть как бы это тоже является, что население участвует, что им это надо. Теперь, следующая форма, это жители просто принимают участие в обсуждении проблем и приняты коллективные решения о поддержке проекта. То есть Айлу Кноту или какая-то организация иницирует проект, а местное население просто поддержало. И еще одна из форм участия населения. Это имеется софинансирование проекта и средств жителей. То есть некоторые донорские организации, вы знаете, требуют софинансирования там 10, 20, 25 процентов, чтобы в виде денег было внесено. Ну и следующая форма, это вклад жителей в форме работ, техникой или материалами. Это тоже очень общепринятая форма участия населения. Ну и вот видите, это разные формы участия. А если посмотреть, то есть ли не ранжирование. Вот смотрите. Самое слабое участие, если жители просто поддержали проект. Они говорят, да, мы согласны, делайте этот проект. То есть они не просили этот проект сами. Они его не софинансируют и они ему не помогают реализоваться. Просто говорят, да, мы согласны, если этот проект вы сделаете. Допустим, если вы сделаете нам детскую площадку в центре села. Следующий уровень, если жители сами инициировали проект. То есть они хотели этот проект. То есть это решение данной проблемы их волнует. Им очень, то есть оно мешало им получать какие-то услуги. Следующий более высокий уровень участия, это вклад жителей в форме работ, техникой или материалами. То есть жители не только хотят, чтобы этот проект был, но они готовы помочь поработать, выделить какие-то материалы, что у него есть, там приготовить обед и так далее. Ну и самая высокая степень участия, это когда жители прям вкладывают свои финансовые средства. Значит, этот проект им очень нужен, что они готовы свои деньги потратить на реализацию проекта. Значит, при этом я хочу сказать, что в некоторых проектах, возможно, все четыре формы участия населения. То есть они были и инициаторами, и приняли потом коллективное решение по поддержке проекта, и выделили и в денежные средства, и еще участвовали в работе. Это означает, что этот проект очень сильно нужен. Этот проект поможет решить проблему, которая очень важна для местного населения. Ну и вот этот вопрос финансирования, это не главный, но один из основных вопросов. То есть если нет финансов, то проект реализовать будет нельзя, да? Поэтому, когда вы продумываете проект, вам надо, понятно, определить примерно сумму проекта и источники финансирования с указанием, сколько доля в процентах или в сумме. Например, это местный бюджет. Если это местный бюджет, то потом должно быть приложено решение, а иного, конечно, что в местный бюджет эта сумма выделена для проекта. Донорская организация, значит, должен быть документ, что донор согласился финансировать этот проект и на какую сумму. Финансовый вклад жителей тоже должен быть оформлен в виде какого-то решения. Население, что на общем собрании или на сходе решили, сколько процентов населения. То есть должно быть документальное подтверждение. Вклад жителей в форме работы, техника или материалами, об этом мы говорили, но тоже должно быть решение какое-то. И может быть так же какой-то частный спонсор. Это организация бизнес, которая в селе работает, или частное лицо, допустим, частный фермер, который готов профинансировать. Ну вот в условиях пандемии было очень много спонсоров, вы знаете, да? Что именно частные организации или бизнес-организации поддерживали открытие от этих мест, где можно было получить услуги по уколу и так далее. Даже в Биштеке это были частные организации. Ну и в Селок, из средств массовой информации мы знаем, что в Селок тоже в регионах тоже были такие спонсоры, которые за свои деньги финансировали такие. Так, значит, вот это мы сейчас фактически прошли по тому, как писать вот эту форму, которую вам раздали. Теперь мы сейчас перейдем вот к чему. вот после, к вопросам. То есть мы будем уже детально обсуждать с вами, ну, с учетом ваших вопросов. какие виды проектов, как представлять, на что обратить внимание и так далее. Но сейчас должны вы уже задавать вопросы. Я, конечно, могу пойти сейчас в детали, как пишутся и реализуются проекты, но тогда это будет больше теория. А вы люди практики, вы знаете, ну, это мы, вы реализовывали не один проект уже, у вас есть, наверное, много всяких идей. Ну и в конце сегодняшнего занятия я вам дам задание на завтра. Но сейчас мы должны будем, вы будете задавать вопросы, и мы обсудим именно вот то, что было сейчас во время презентации вам доложено. Спасибо, Анатолий Галишбаевич. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, вы можете задавать, включите вашу камеру, включите ваше аудио. И перед тем, как задать вопрос, прошу вас представиться и назвать учреждение, которое вы представляете. Спасибо. Спасибо, Анатолий Галишбаев. Анатолий Галишбаев. Анатолий Галишбаев. Анатолий Галишбаев. Курс Фонд Хансазай Уисторвать 72 сант Курс Берли Фонд Хансазай Проекты Фонд Хансазай Проекты финансируют Сезен бағы Долбар алыш Эндерлер болшек Дакладыңыз Дайтып кетпедіңіз бі? Ошал жердайты Сөз түрді Бүджет сафинансируюнаш керек Элдер сафинансируюнаш керек Долбар алыш Эмі Айтау там Ергүлікті бюджеттердің бардығы Хоть мировай банктан алауы Хоть евразийск банктан алауы Ергүлікті бюджеттердің Сексен проценті датация тұрар Ергүлті айл өкметтерің Ошылорға қандай түрде берілет Мүшін формасы қандай олады Ергүлікті бюджет датация тұрарға Ергүлікті бюджеттердің Ергүлікті Ергүлікті бюджеттердің керек erгүліктіки бер Қандай ол қүшін Єң қықмеддай Айлас, бақ бақ fu Rec00ин Изйін қайметтердің бюджеттерді Ол қойшалаға Бақ байл керек Рай бұлікті бю 같아 Елемен қайawiaю должны найти проект и сами решить, будет, нету, нету, здесь нету, ну да, да. Так, что-то у меня пропало, это так, разоборство проектов. Бермет, у меня что-то, не-не, точно там, я не могу демонстрацию этого экрана включить. Появился экран мой? Бермет. Да, экран появился, да-да-да, появляется, да. Все, появился, да? Вот финансирование проекта, финансирование проекта, какие возможные источники, может быть местный бюджет, может быть донорская, то есть слушатель должен сам найти источник финансирования на свой проект. Допустим, вот у нас был проект такой, в прошлых этих, например, одна сотрудница сказала, что она будет выпускать, там, допустим, информационный листок для жителей раз в месяц. Ей для этого нужно было только купить принтер, фактически, и она своими руками делала этот, ну, как сельскую газету, там, на четырех страничках, давала, оформляла и раздавала жителям, допустим, 100 экземпляров или 200. То есть, поэтому проект может быть любой, любого масштаба, маленький вот такой, который требует, там, 200-300 долларов, и Аил, ну, ты купил этот принтер. Может быть большой проект, допустим, были проекты такие, например, построить дамбу, вот там, защитить от какой-то сели и так далее. Это они реализовывали вместе с МЧС, с донором, с местным бюджетом, вместе собрали деньги и построили дамбу в защиту от какого-то селя. Понимаете? И поэтому вопрос финансирования, здесь фактически рассказывается теория, откуда могут быть финансирования, но могут быть и другие источники. И вам не требуется обязательно местный бюджет. Может быть, вы найдете деньги спонсора, который полностью на свои деньги, допустим, отремонтирует какую-нибудь школу или отремонтирует ФАП. Но здесь вот о чем важно сказать, что организаторы проекта не финансируют проект, который вы предлагаете. Вы должны сказать, вот мой проект, и я нашел на него деньги, и я буду его реализовывать. Хорошо, спасибо. Здесь поступил еще один вопрос. Анарбек Аттапуров, я не работал с такими видами проектами, а есть ли реальные проекты, которые были осуществлены для примера? Да. Можете рассказать немного по этому вопросу? Ну, были проекты, допустим, ремонт садиков, ремонт школы, были проекты, которые, говорю, вот только что пример привел, которые реализовывались на деньги МЧС, жители и Айлок Мэту вместе собрали деньги. Были проекты, которые реализовывались из фондов развития областей, допустим, Иссыкутский фонд развития, там я понял, во всех областях есть фонды развития. Оттуда финансировались. Были гранты, которые финансировались как грант развития Министерством финансов. То есть, допустим, это в основном, конечно, грант развития, которые Минфин финансирует, это были связаны с ремонтом школ, дорог и вода. То есть, такие проекты, которые лежат на поверхности. Допустим, на ремонт школы выделялись Министерством финансов, деньги и так далее. Но в этом проекте, так как, говорю, вот эти уже большие проекты реализует не один сотрудник, а участвует очень много людей, понятно, вы должны будете описывать вашу роль. То есть, что вы лично сделали в этом проекте. То есть, допустим, вы были инициатором проекта, вы были, допустим, организатором, вы были менеджером. То есть, что вы в этом проекте делали? Или вы, допустим, работали с населением. Особенно в этих больших проектах. В малых проектах были, ну, например, говорю, вот я привел пример проекта, я издавался этот информационный листок или информационный раз в месяц. То есть, там сотрудница сама это делала. Она собирала информацию о деятельности Айлукмета, о деятельности Айлукмета, о том, что в селе произошло за этот месяц. И в виде новостей все это оформляла и сообщала жителям. То есть, раздавала жителям. Еще есть вопросы или комментарии. Если вы хотите, то вот к завтра... Вы отключили звук, Корабек Игашбаевич. Звук? Теперь... Еще раз повторите предложение ваше. Работает звук? Да, теперь да, работает. Я могу к завтрашнему дню без указания, там, допустим, Айлукмета и без указания, там, района, области, привести название проектов, которые были реализованы. С указанием сумм и периода. Допустим, на это ушло 3 месяца, на это 6 месяцев, на этот год и название проекта. Вот давайте завтра я вам десяток этих примеров из разных областей приведу. Хорошо, хорошо. До завтра будем ждать. Это мы для себя отметим, что в начале нашего тренинга можно привести данные примеры. Хорошо. Еще есть ли вопросы? Вот здесь я хочу еще добавить к вышесказанному, то что да, фонд Ханса Зайбеля обучает, как правильно как бы разрабатывать, подготавливать проектные предложения, источники финансирования, уважаемые участники, вам необходимо самим изыскывать получается. То есть мы как бы только помогаем обучению. Значит, вот цель вот данного темы, значит, двоякая. Первое, это действительно, чтобы вы научились разрабатывать проекты. И второе, чтобы вы его в виде курсовой работы защитили здесь. Так, сейчас вот я прошел по тем разделам, которые требуется вам запомнить, чтобы в конце этого курса, это где-то в мае будет я понял, вы могли это защитить свой проект. Теперь, если мы хотим, то есть это, научиться подавать проекты для финансирования, тогда надо, конечно, рассматривать более глубоко, вот как пишется цель. И надо уже, давайте, мы можем, например, на завтра взять, у вас есть идея какая-нибудь, допустим, две-три идеи возьмем, завтра вы мне дадите. И мы попробуем сформулировать, как пишется цель, какие должны быть результаты и как мы должны описать пользу, например, вот конкретного проекта. Но идеи должны быть исходить из вас, потому что если я возьму просто те проекты, которые у меня уже есть готовые, то оно как бы, то есть это не будет обучением. Это просто вот вам, мы дадим прочитать, вот человек вот в такую форму подал заявки. Ну, я думаю, это сильную пользу не принесет. Вот давайте на примерах ваших проектов мы завтра напишем цель проекта, напишем результаты проекта, напишем пользу проекта и напишем, допустим, ну какой-то финансовый план. То есть сколько денег на что надо, вот давайте это сделаем. Потому что у каждого донора своя форма проекта, и вам придется в любом случае заполнять их форму подачи заявки. Вот наша форма, по ней мы прошли. Вот ней надо будет описать только цель, результаты и пользу фактически. Харабек Кирвежбаевич, здесь поступил комментарий и вопросы. Я тогда, ну, пока наши участники думают, я их зачитаю. Бакен Дослиевич, спасибо. Не слышно. Не слышно звенеть. Вопрос теперь от Бахтакан Туревендиева. А проекты могут подавать только жить в неживущем городе Бишкек? Слышно меня? Могут ли подаваться? Еще раз. Еще раз. Проекты могут подавать только жители Аилов, а другие граждане могут ли подавать? Например, живущие в городе Бишкек. А куда подавать? Вот сейчас говорю. Вот здесь вы слушатели курса данного. Вы должны выполнить, реализовать свой проект. Вы можете, да, в Бишкеке реализовать проект. Это без проблем. Просто тема как бы звучала Аил на Аймаху, поэтому я все время говорю Аил на Аймаху. Ну, скажем так, местные проекты, хоть это город, хоть село, хоть что, да, житель. Если вы слушатель и житель Бишкека, вы должны реализовать проект для Бишкека. Вот, допустим, у нас был слушатель из там Бишкекской одной районной администрации. Он реализовал проект по WhatsApp принимать замечания жителей. Вот это был его, он его инициировал, он его реализовал. И у него на WhatsApp были, то есть любой житель района города Бишкек мог ему написать. Допустим, здесь прорвало трубу, здесь упало дерево, здесь не убирают мусор. И он работник районной администрации, они реагировали на это. И, соответственно, улучшилась ситуация в районе. То есть теперь не надо было это выискивать. Вот поэтому, например, это в городе Бишкек реализовался проект. Можно я объясню вопрос? Слышно, да? Слышно, да. Я хотел объяснить, Харабе Гузакбайович, мой вопрос. Например, у меня идея есть, которая касается не города Бишкек. Вот я живу в городе Бишкек, а мне хорошая есть идея о создании, например, какого-то проекта в другом АИЛном Аймаке. Так. Я хочу ли я инициировать данный проект? Я об этом спрашиваю. А, да, вы можете инициировать, но кто будет его финансировать? А ИЛОК Мэту и будет? Или вы найдете донорскую организацию, которая будет финансировать? Я ведь не знаю. Как раз об этом идет разговор. Возможности, оказывается, много. Вот вы описали 5-6 позиций. Значит, человек, который инициирует, он, наверное, должен это проработать и с АИЛным Кенешем, и АИЛОК Мэту, и с донорами и так далее. Вопрос об этом идет. Ну, да, то есть, ну, понятно, если АИЛный, это, АИЛный Кенешем поддержит, что этот проект вы будете реализовать в этом селе, то, да, допустим, у нас ведь многие проекты, допустим, поддержка, там, допустим, женщин-предпринимателей, и такие проекты реализовывались. То есть, то есть, городские жители помогали, там, допустим, 3-4 машинки им, ну, понятно, не на свои деньги, находили донора, кто им 3-4 машинки купил, ну, швейные имеется в виду, и они реализовали проект, чтобы для этих жителей села найти работу. И потом цеха им делали заказы, они выполняли и поставляли. Такие проекты тоже были. Спасибо. Пожалуйста. Еще один поступил вопрос, Аунызбек Доронов. Если мы тренера, то у нас нет доступа к информации по АИЛ-УКМЮТам. Надо искать конфиденциальную информацию. Аунызбек Доронов, вы можете немножко пояснить ваш вопрос? Устно. Спасибо. Просто мы не сотрудники АИЛ-УКМЮТов. Вас очень хорошо. Можете чуть погромче? Мы просто, я не сотрудник АИЛ-УКМАКа. И поэтому у меня такого доступа к информации на настоящий момент нету. И чтобы вот сразу, завтра уже представить проект, уже в той форме, которую сейчас тренер от нас хочет, в виде курсового проекта. Необходимо определенное время, чтобы эту информацию собрать, выйти на сотрудников АИЛ-УКМЮТов, знакомых АИЛ-УКМЮТов. То есть понятно, что это для тех, кто работает в военных АИЛ-УКМАКах, им проще это задание выполнить. Для нас напрямую, не работаясь в военных АИЛ-УКМАКах, конечно, это будет все уже сделать. Такой краткий период времени. Спасибо. Так, я думаю, этот вопрос, Вермет, надо будет, наверное, вот действительно по списку участников пройти, и те, которые не являются сотрудниками местных самоуправлений, или АИЛ-УКМАК, или городских, то какого вида проекта они могут реализовывать? И это ведь надо, наверное, будет мне с организаторами обсудить, потому что… Вот здесь, позвольте, я тоже сделаю комментарий по данному вопросу. Дело в том, что да, цель сегодняшнего тренинга, как правильно разработать, то есть подготовить, написать, сделать данное проектное предложение. То есть независимо, какое учреждение вы представляете. Да, вы можете работать в государственной структуре, вы можете работать в коммерческой структуре. Но мы обучаем навыкам написание самого проектного предложения, то есть из чего состоит проект, какие цели он преследует, то есть как правильно его подготовить. И второй момент, это уже источники финансирования и источники обсуждения. Это уже, то есть это местность АИЛ-Наймак, или АИЛ-УКМАТУ, или АИЛ-Найкингиш. Ну да, вот я бы, наверное, действительно видел бы это так, что вот допустим, если это сотрудники АИЛ-УКМАТУ, то есть они все-таки за период до мая, июня следующего года должны начать реализацию проекта. То есть он должен быть более-менее реальный, не придуманный на бумаге. А те, кто, слушатели, которые не являются работниками местных самоуправлений, хоть городских, хоть сельских, наверное, действительно просто написать вот по этой форме предложение с хорошим обоснованием. То есть, чтобы, ну и потом, если, конечно, вы за это время сможете выйти на какой-то, допустим, к маю следующего года, на какой-то уровень, допустим, поддержки этого проекта, в каком-то АИЛ-УКМАТУ, или поддержку этого проектного предложения в какой-нибудь донорской организации, то этого будет достаточно, чтобы вы защитили свою работу. Я бы так видел. Спасибо, Парабе Киргашбаевич. У нас осталось 7 минут до первого перерыва. А если у вас еще есть комментарии или предложения, может быть, или вопросы, можете задавать. Так, извините, у меня так, Алмазбек Торанова, это самый Макеев. Слышно, да? Не, вот так. Алмазбек Торановка, просто, жопер, кое-нет, миле, миле, мэнэ, госмичай. Эгер де слэр информация, латурам босонар, если тренер бол, анда АИЛ-УК муттур войнчай, информация ачик, камсу мода бар. Алар слэрдэ, то слэрдэ, то слэрдэ, и союз муниципалтедэдэдэв. Сэйс Мсу, да? Мсу, да? У нас шэрдэнс лэр бар, в Асанрлод информационный. Рахмат, барас хапайзаву. Был джэр де Бакен Досалиева, коммендарий жазуптур. Если ваша цель, бахтыканга, видимо, рисовывается, да? Если ваша цель поддержка того АИЛного Аймаха, то можете совместно с АИЛным Кинешем или АИЛ-УК муттур подать проект. Тура айттымбы Бакен Досалиева. У вас еще есть какие-нибудь вопросы или комментарии? Уважаемые участники, мы ждем ваших вопросов, комментариев. Тогда, может быть, если вы позволите, тогда мы сейчас минутки на 10 прервемся на технический перерыв и вернемся в 16.05. Всем ли это, всех ли это устраивает? Да. Гермет. Да, да. Это, то есть мы сейчас отключаемся, потом заново. Нет, отключаться не надо, вы просто можете выключить камеру, выключить звук, но быть в сети. Хорошо. Так, единственное, вот у меня это, пропал экран. Вот я вас всех слышу, но никого не вижу, вообще на экране ничего нету. То есть я, наверное, что-то не то нажал. Давайте сделаем так, вы тогда сейчас выйдете из нашего семинара, потом опять перезайдите. А сейчас мы с вами в рабочем порядке поговорим еще. Хорошо, давай. Все, тогда, уважаемые участники, тогда через 10 минут мы приступим ко второй части нашего семинара. Угу. 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 Да, теперь я вошел. Да, теперь вас видно и слышно опять. Да, все, а то я говорю, у меня весь экран пропад в моей презентации. Все. Можете отключить видео и аудио, Харавик Игорьевич. Да, я могу сейчас приостановить пока. Здравствуйте. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 31 декабря, 1 декабря, я не знаю, этот срок будет зависеть также от организаторов курса. У вас следующая сессия когда? Сессия вы имеете ввиду? Следующие курсы имеете ввиду? Я понял, у вас сейчас как? Вот в сентябре, а потом будет в декабре? Да, у нас сейчас первый модуль, он состоит из 8 тренингов, который закончится в октябре, следующий второй модуль, ориентировочный мы ставим ноябрь-декабрь. А, ну вот, желательно, чтобы вот раз в ноябре-декабре, вот до 1 декабря вы дали бы, и во время следующего модуля, пока вы вот, ну, вы ведь все работаете, вы заняты, но во время, когда вы будете участвовать во втором модуле, вы можете, то есть, если вы пришлете вот свои формы, я буду давать комментарии на них. И вот как раз во время второго модуля, вы получив мои комментарии, будете что-то менять, изменять и получать у меня консультацию. Поэтому вот поставлен 1 декабрь, чтобы во время второго модуля, ну, я думаю, это естественно, во время второго модуля вы могли бы доработать этот проект, чтобы с января-февраля приступить к реализации в какой-то форме. Устраивает такая дата? То есть у нас... Да, эти даты мы еще будем у себя обсуждать, уже точную информацию будет разослана нашим участникам по электронной почте. Нет, я имею в виду, да, вот, что проектная вот эта форма сейчас до 1 декабря, как раз у вас 2-2,5 месяца есть для того, чтобы не спеша эту форму заполнить. Вы ведь эти формы раздали, да, Вернет? Да, они вместе с презентацией формы были направлены нашим всем участникам. Так, вот такое. А теперь у нас... Так. Теперь у нас... Сейчас так. Демонстрация. Так, ну вот у нас есть... Мы можем вот... Это было задание на завтра, Но мы можем это... Сейчас уже, как бы, вот это начать обсуждать. Вот. Что нужно сделать, вот, чтобы мы двинулись дальше? Вот. Каждый слушатель должен предложить идею проекта развития для своего Аилна Ваймака. Либо для какого-то условного Аилна Ваймака, да? В нашем случае. Кто не работник... Нет. Кто работает в Аилном Вайлокной, то он должен для своего. Зачем для условного? То есть он не знает конкретные проблемы своего села, он знает планы примерно, что они собираются на следующий год делать и так далее. И вот срок, если вот говорю, все-таки для Аилных Аймаков конкретных, то есть вы должны уже в этом видее проекта указать, что проект должен быть запланирован так, чтобы завершить до июня следующего года, в большей части. Допустим, по крайней мере, чтобы было видно, что финансирование есть, и начались какие-то работы. Если это, ну, большой проект, допустим, ремонт школы, понятно, его за три месяца не сделаешь. То есть, может быть, только к марту, к апрелю можно получить какое-то финансирование. Допустим, и надо указать планируемую дату начала проекта, вот как я говорю, желательно, что январь-февраль, начало, и дату завершения проекта желательно май, но не позднее октября 2021 года. То есть, вот эти требования все, они были вот в первых двух курсах, они были выставлены организаторами курса. Это вот фонд Ханса Зайделя ставил требования, чтобы к концу тренинга, курса всего, было видно, что проект начал реализовываться, и было видно, что этот проект принесет пользу жителям, что это не, скажем так, не теоретический проект, который или никогда не будет реализован, или если он будет сделан, он никому не нужен, окажется. То есть, вот поэтому вопрос пользы, пойда, он обязательно должен быть расписан, что жителям этот проект нужен, и будет видно, какую пользу он приносит. То есть, что стало жителями села от этого. Допустим, вот вы просили примеры привести, например, в Аил-Окмете, они сделали проект по созданию единого окна госуслуг. То есть, все услуги, которые Аил-Окмете должен предоставлять, сделали как единое окно, куда житель приходит, получает консультации, допустим, в один день, потом собирает документы, сдает сюда, и, например, через неделю, две, три приходит за результатом. Допустим, Аил-Окмете, какие услуги оказывает все, включая услуги по госрегистра. Там частично какие-то функции госрегистра, я понял, они могут выполняться в этом едином окне. То есть, значит, там был задействован госрегистра. То есть, с ними совместно они... Опять, вопрос не финансирования. Когда госрегистр просто провел обучение и научил сотрудников Аил-Окмета оказывать эти услуги на месте. Ну вот, а ремонт этого кабинета, там, столы, стулья, поставили эти, мебель и так далее, это Аил-Окмете за свои деньги, если раз. А там сотрудники там госрегистра и других органов госрегистра провели обучение, как оказывать эти услуги. Это вот пример, какого это проекта одного. Но он был реальный. И он, этот единое окно, по крайней мере, на момент начала, на момент защиты, это единое окно в Аил-Окмете работало. То есть, функционирование, есть фотографии, есть люди, которые туда подходили. Видно. Так. Значит, вот надо, вот эти идеи проекта. Теперь, вот опять мы к финансированию приходим. Вот слушатель, вот когда дает идею проекта, мы должны, вот когда я говорю, что это не готовый проект, мы будем это обсуждать. Вот мы должны предварительно определить, кто будет финансировать. Допустим, многие, вот большинство таких крупных проектов, которые на предыдущих курсах, на предыдущих тренингах обсуждались, они финансировались, конечно, из, это, как, областного фонда развития. Они туда обращались. Допустим, это, Казасу, или там, ремонт дороги, ремонт, допустим, школы и так далее. Ремонт, в том числе, аилок, но это был, ремонт детского сада. Где-то, допустим, построили, например, кухню к детскому саду, где-то построили детскую игровую площадку. Все это, конечно, в основном просили из фондов развития финансировать. Небольшие проекты, я говорю, финансировались прямо из местного бюджета. Там, где несколько десятков тысяч суммов нужно, 20, 30, 50 тысяч финансировалось из местного бюджета. Ну и многие проекты связаны с такими инфраструктурными. Это, где там, ремонт дороги или там, ремонт строительства моста. Там очень большой вклад местных жителей. Потому что, когда инфраструктурный проект, имеется в виду, получается инфраструктура, то жители сами лично заинтересованы, чтобы построить мост, через который они каждый день ездят или перегоняют скот, или отремонтировать дорогу, по которой каждый день ездят, они ездят на своем транспорте. Там жители прям финансово помогали и в виде работы. Ну, я говорю, в некоторых случаях это были частные лица спонсировали, или там какая-нибудь коммерческая организация. Поэтому, когда мы будем обсуждать идеи проекта ваших, то надо примерно знать, кого заинтересует этот проект. Я говорю, есть проекты, в которые жители не хотят вкладываться. То есть, они не будут софинансировать его. Они просто поддержат и на этом закончат. Допустим, ремонт школы. Там местные жители вряд ли согласятся софинансировать. Понимаете? Поэтому, я говорю, а ремонт дороги они будут софинансировать. И в виде денег, и в виде материалов. Или в виде, там, сказать, я дам кратко. А, ну все, вот мы на этом. Это вот по тому, по заданию, которое мы можем сейчас прям начать. Вот есть у работников iLoc.net какие-нибудь идеи для ваших проектов? Уважаемые слушатели, ждем ваши комментарии или предложения по указанному вопросу. Спасибо. уважаемые слушатели, участники, ждем ваших вопросов или предложений, или комментариев. Тогда можно? Я начну тогда. Я представлюсь, да? Меня зовут Акрава. Пожалуйста, представьте название организации, которую вы представляете. Я выпускница МСУ 2005. как раз Харанбек Киргишпаевич был в то время ректором. Очень рада вас видеть, слышать. Спасибо вам. Можно сказать, Академия управления дала нам путевку в жизнь, дала выбор для своей деятельности. В свое время я работала на госслужбе. И фонд там создавали. Да. Не финансировали. Спасибо, конечно, Макс Майеру, что финансировал. И что на протяжении всех этих лет, уже прошло более 15 лет, но на протяжении всех этих лет мы еще учимся. Что меня очень радует. И мы повышаем свою квалификацию. Так вот, очень работала на госслужбе. Теперь сейчас в итоге я сейчас по семейным обстоятельствам вернулась в город Каракол работаю в Исокурском государственном университете. Соответственно, у меня сейчас деятельность больше как бы в образовательной сфере работали, но еще я уже на протяжении нашего университета, это при помощи меня не буду хвалиться, с 2015 года мы участвуем по заказе по обучению государственных муниципальных службщиков из Исокурска области. Я как бы ведущий в этом плане человек, который организовывает эту работу. Это не все региональные вузы участвуют в этом процессе. Почему я с таким большим интересом участвую в этих тренингах? Так вот, у меня вот такой проект назрел. В последние годы мы все знаем, что в последние годы мы живем в эпоху цифровизации, концепция Сан-Алиб-Кыргызстан продвигаем, и для того, чтобы продвигать это, чтобы этот концепт достигло своей цели, должен быть достаточный уровень цифровой грамотности не только служащих, но и самого населения гражданского сектора. И вот эта пандемия тоже дала очень большой толчок, то, что сейчас учителя, ученики и так далее, не буду все перечислять, но обратил внимание, пока проводили курсы, обмен информацией, что многие жители сел не умеют пользоваться какими-либо такими сургтехникой, это раз, электронной почтой, не могут вести переписку, и там с терминалами работать, с каким-то оборудованием, где нужны такие, цифровая грамотность должна быть на уровне. Так вот, у меня назрела такая мысль, что нам нужно продвигать проект в плане обучения цифровым навыкам и компетенция. И если на уровне Иссыкурской области взять охват, обучить из гражданского сектора активных жителей, которые могут быть потом переносчиками этих знаний, обучить медиков, потому что сейчас вы сами знаете электронный рецепт, электронная история болезни и так далее. То есть во многих сферах нашей деятельности, экономики, есть много людей необученных, у которых возраст старше 40 лет и которые не могут пользоваться этими, получать и оказывать или получать эти услуги в электронном формате, государственные муниципальные услуги и так далее. Вот в этом плане я могу такой проект взять на вашем курсе? Ну да, но вы должны определиться здесь вот с чем, все-таки более четко определить бенефицаров, то есть кого будет учить, учители, врачи и так далее, просто в целом это нет, допустим, работников сельских ФААПов или еще, и понять для чего им это надо. Учителям понятно, сейчас допустим им приходится дистанционно проводить обучение, чем больше они владеют разными технологиями, тем они будут лучше учить, это понятно. Например, вот поэтому если вы сейчас определитесь более четко с тем, кто, кого вы собираетесь учить, тогда будет более понятный проект. А когда просто компетенцию сельских работников, ну это будет достаточно, или это айлокметы, или это, как вы сказали, работники, там, медицинские работники сельские, тем более в разных селах хоть разный уровень там медицинских услуг, да, есть в каких-то селах, даже в больнице есть, а в некоторых селах даже ФАПов нету, поэтому вот здесь вы определитесь и тогда, да, и потом примерно все-таки как вы думаете, кто может финансировать этот проект? понятно, это не айлокметы не будут финансировать, не будут финансировать даже, наверное, это какие-нибудь гранты развития Минфиновские, они на это не дадут, может быть, еще целевую группу, если вы сделаете, допустим, женщины, то тогда вы можете найти донорскую организацию, потому что они всегда поддерживают женщины там в цифровизации и так далее или роль женщин, допустим, что-нибудь такое, где вы найдете изюминку, где ваш проект покажет, что вот он нужен и вы это в какую-то более, в какую-то точку бьете, понимаете, вот на что-то нацеленное и вы это сделаете, а когда просто цифровизация, ну да, трудно найти тот, кто будет финансировать. Вот я бы определиться с, допустим, группой и может быть действительно взять женщин или какую-то там какую-то категорию лиц, на кого направить. Извини, группа населения, да? Да, ну допустим, да, если вы будете безработных, учить, то тогда понятно, должно быть так. Для чего они этому учатся? Вот если он безработный, для чего? То есть он работу найдет или организует у себя рабочие места, то есть вот эта часть надо четко понимать, в конце концов, какую пользу получат эти люди и что он дальше с этими знаниями будет делать, куда он их денет. Вот то, что мы вначале говорили, цель ставится как долговременная пользу, которую бенефициар получит. Ну, идея, говорю, хорошая, вот теперь определитесь вот с этим и мы можем говорить, вы вот ее, когда форму заполните, пошлете, я уже вот более конкретно вам буду давать комментарии на то, что вы напишете и может быть тогда действительно я видите сейчас работаю в организации, где мы работаем с донорскими организациями, которые финансируют проекты совсем в другой сфере, поэтому я не могу посоветовать куда обращаться, ну, наверное, как сказал, Proon, GIZ и так далее, еще поступил один комментарий к вышеуказанному предложению настоящим от Молдухматовой, в настоящее время актуальное единое окно, тоже вот вопрос цифровизации, сценарий поймах, да, как вы сказали. Ну, да, это актуально, потому что это вопрос оказания, это то, чем человек живет каждый день, ему каждый день нужно там получать регистрацию, паспорт или там то есть какие-то услуги он получает каждый день и здесь эта цифровизация можно очень хорошо связать, потому что услуги сейчас у нас оказываются с помощью цифровых технологий, пенсия полностью у нас единая база данных, то есть полностью она числяется с использованием цифровых технологий, госрегистр работает только с использованием цифровых технологий, все это можно увязывать в единое окно и вот то, что и президент сейчас говорит, он буквально вчера, позавчера говорил об этом о проблемах, не о проблемах, что вот эти вопросы важно решать, вопросы цифровизации на местном, на уровне АИЛ, на АИЛ-ном уровне. Поэтому действительно, если вот эту, скажем, такие идеи у вас в АИЛ-у-кно, это большое село, где есть такие потребности, потому что человеку каждый день, всем людям ездить в районный центр не всегда получается, поэтому оказывать эти услуги в селе. Здесь наступил еще один вопрос, Бахту Хантура Вильдеева спрашивает, а культурно-экологические проблемы, можно ли найти на них спонсоров? Как-то можете прокомментировать? Про спонсора не знаю, но этот вопрос очень важный, особенно вот в предыдущих проектах у нас такие, в предыдущих курсах такие проекты были, ну они в основном были из южной части, там допустим проведение, они проводили допустим фестиваль какой-то национальных кухонь раз в год, вот этот проект реализовывался, то есть в этом Аиламаймаке собирались люди, жители разных сел и презентовали свои национальную еду и так далее, были проекты находили спонсоров? Ну вот спонсоры в основном да, и вот там эти спонсоры были в основном местные не жители, а местные эти, ну у кого финансы есть, это коммерческие структуры, частные лица, то есть это уже вопрос финансирования, который лежит на ответственности вот этих слушателей, которые разрабатывают проекты, как мы уже сказали, еще раз мы напоминаем, что наш этот тренинг направлен на улучшение знаний, на укрепление знаний, на получение знаний, как правильно разработать проектное предложение? Вот в этой сфере, говорю, вот были такой проект, потом был проект, где, ну, типа тоже, я не знаю, это фестиваль назывался, культура, то есть там были, это на базе школы проводилось, то есть представлялись культура разных национальностей, песни, танцы и так далее, соответственно, финансировали все это, в основном все-таки спонсоры, жители, это не население собирало деньги, а допустим, у кого есть бизнес, они финансировали, допустим, покупали одежду, шили там национальные костюмы и так далее из своих денег, потому что, скажем так, жить в мире разным национальностям это важно именно кому, кто там живет и кто это понимает, если у него есть деньги, он финансирует там, допустим, дает деньги на костюмы и так далее, поэтому такого вида проекта, если вы имеете ввиду культурно-национальные, то они скорее всего можно найти на месте, а если что-то более крупное, конечно, надо искать донорскую организацию. ну вот, говорю, это очень много проектов, конечно, связано с, говорю, это инфраструктурный проект, это, говорю, казасу, дороги, освещение, ремонт школ, а, и вот с детскими садами много, а там, как я говорил, кухню пристраивали, детскую, игровую площадку делали, где-то, допустим, оснащали дополнительным каким-то оборудованием детский сад или детские ясли. Вот такие были проекты. Ну, на них, понятно, они искали деньги у доноров, не свои. Здесь все-таки вот участник под именем Молдогматова еще раз уточняет, а возможно ли воплотить проект в единое окно? Как вы думаете? Можете прохитировать? Да, вот я вам могу тогда, вот завтра посмотрю этот пример, то есть, и даже, может быть, расскажу детали финансовые, то есть, кто финансировал. Насколько я помню, финансировал в стоке Аил Млокмед, он отремонтировал там кабинет или это, ну, место приема граждан, сделал там пластиковые окна, поставил компьютеры, не знаю, один или два компьютера, столы, стулья, а эти работники госорганов, это ведь госуслуги предоставлялись в этом едином окне, вот работники этих госорганов, они провели обучение работников Аил Млокмеда, как оказывать эти услуги. То есть, финансовая часть, такая, которая связана с ремонтом, с этим, это Аил Млокмеда, на себя взяло, а вот все остальное это госорганы на себя взяли, ну, и бесплатно, ну, там, интернет пришлось проводить и так далее, потому что без интернета сейчас эти услуги не окажешь, допустим, те же начисления пенсии, еще чего-то, такие вещи. Так что, я вам говорю, завтра этот проект без указания, какое это Аил, какое село, я вам его, скажем, структуру покажу, из чего он состоял. Спасибо. Еще вопросы какие-то комментарии, уважаемые участники? Да, вот давайте еще, в каких еще сферах вы предлагаете? Вот говорю, национальные предложили, это вот по повышению квалификации цифровизации предложили, вот единое окно сказали, это тоже, я понял, идея вы поддержите, кто-то будет его реализовывать. Еще какие вы видите в своих селах Аилайм и Михаймаках, что вы хотите реализовывать? Допустим, это вопросы повышения, там, допустим, вот, женщин, надумниц были проекты, понимаете? Говорю, это тоже финансовое... тоже опять же поступила идея Булдухматова, самое больное в селе, это мусор, вывоз мусора, идеи для проекта. Да, эти, такие проекты тоже реализовывались, то есть, там, вот, допустим, на Секуле фонд развития помогал, фонд развития купил им машину для этого, сбора мусора, ну, а уже местное население, ну, я помню, мусорные ящики, видимо, купили, но местное население уже сами собрались, организовались, согласились, установили цену, какую они будут платить за вывоз мусора, и график, допустим, каждый день, то есть, что они, допустим, во сколько часов должны мусор вынести и поставить у своего, там, у ворот, и так далее. То есть, вот, организацию на себя взяла Айлок, мы тут все ворхво-посты решили, и организация местного населения, а это деньги на финансирование, вот они в фонде развития, насколько я помню, нашли, это мусорные ящики и машину для сбора. Ну, а за услуги, понятно, были платные, то есть, за услуги уже платит население, например, то есть, я не знаю, сколько стоит эта машина для сбора мусора, и эти контейнеры, потянет Айлок Мэту своими деньгами, не потянет, ну, тогда вот надо искать спонсоров. Ну, вот говорю, это очень хороший проект, потому что сами жители, они не смогут организовать, вот Айлок Мэту должен взять в свои руки это, они должны, скажем так, организовать население, чтобы этот вопрос был решен. Ну, понятно, поддержка населения должна быть, вот то, что мы говорили, участие населения, если население не поддержит, не согласится платить за услуги, или он не будет выносить мусор в это время и в той форме, в какой требуется, то, понятно, проект через там несколько месяцев потерпит неудача. Большое спасибо. Еще есть ли какие-нибудь вопросы, комментарии, предложения от наших участников? Это, как пример, этот проект, я тоже, если его найду, я вам тоже его завтра покажу. То есть, из чего он состоял и какие-то, может быть, тонкости были там. Вот, значит, единое окно я вам покажу и вот этот проект по мусору. Потому что, говорю, проекты там Тазасу, это они более-менее понятны, они все стандартные, их реализует сейчас и Азиатский банк, Всемирный банк, и АРИС, и так далее. То есть, он, я думаю, во всех селах практически реализовывается, Тазасу. Ну, еще вот, одна идея проекта, вот, который я это не в рамках данного курса, это, знакомился с ним, это вот местные молодые жители взяли заброшенный дом культуры, Айлук-Мойту им выделил деньги там на краску и на там побелку. Они все это очистили, побелили, покрасили сама молодежь. Потом они нашли деньги, это небольшие деньги спонсора, который им приобрел маты и так далее, и они секцию борьбы, бокса и так далее открыли для молодежи. Потом следующий шаг, когда они немножко заработали денег, показали, они смогли в этом же доме культуры приобрести 5-6 компьютеров и оказывали там услуги уже интернет, доступ, молодежи, игра и так далее. Вот этот конкретный пример проекта, который за 2-3 года молодежь реализовала. Вот ремонт, Айлук-Мойту небольшие деньги дают и все. Есть много проектов связанных, допустим, спортивную площадку, футбольное поле построить, но на это обычно они спонсоров ищут или доноров, но зачастую, не зачастую, но иногда эти площадки простаивают, потому что или не хотят платить, ну в общем есть какие-то проблемы, что этими площадками потом не пользуются футбольными. Все в городе они вроде все пользуются спросом и то есть владельцы на них зарабатывают деньги, а в селах есть, насколько я знаю, проблемы. Да, вот здесь еще в нашем общем чате написали еще предложение по идее для проекта это памятники погибшим ВОВ реконструкции и благоустройства. Так, ну это тоже хороший проект, но он в основном стройке будет видимо финансироваться прям небольшими какими-нибудь фондами, то есть никакая большая донорская организация я думаю это финансировать не будет, это небольшие вот НПО, которые у нас есть в Кыргызстане, я думаю они могут, то есть с ними надо работать, вот эти неправительственные организации которые на национальном уровне работают а именно Кыргызстане НПО, но они вряд ли международные наверное я не совсем верю, что они будут финансировать такие Ибраим Улан-Бек Ацшу Чудан Сурог Кишту Айл-Джерин Дэ Джеки Эшкер Дэргя Кайра Иштит Чакан Ишкан Арды Ачу Боинча Проект Боса Джахши Болмук Так Ну да, но это уже проект достаточно крупный вот допустим на юге я помню реализовывались это года три назад проекты по сушке там Чернослива они где-то находили спонсоров которые им частично финансировали но так как это проекты бизнес проекты понимаете это проект из которого потом человек будет получать прибыль то они на сто процентов никогда не будут финансироваться донором может быть это лет десять двадцать назад финансировали сейчас все-таки такие проекты это вопрос для бизнеса и или поддержка государства но на сто процентов донор не будет финансировать такие проекты по переработке я правильно понимаю это вот такое вот сушка чернослива были вермят вас не слышно малые предприятия по переработке ну да ну вот говорю допустим вот я понимаю я понял что это стоимость не такая большая потому что тогда это проблема была так что в основном вот наша продукция уходила в Таджикистан и там эти наши там абрикосы вот ботки они чернослива перерабатывались я понял в Таджикистане и вот тогда стали у нас открываться эти ну вот эти мини-цеха по переработке по сушке чтобы все-таки не сырье вывозить туда а уже готовую продукцию делать но это от региона зависит допустим на севере это вот я насколько помню доноры поддерживали это варить варенье там изготавливать мыло женщин там эти экологически чистое мыло изготавливали но наверное то есть нам нужно конкретно сказать вот допустим по переработке допустим не знаю чего там допустим того же абрикоса в детокусе ну наверное если показать что это проект не не такой что вот он принесет пользу одному человеку владельцу этого мини-цеха то он можно поддержать а если это просто цех который будет пользу получать один владелец то такой проект никто не поддержит понимаете потому что это его дело найти деньги зарабатывать на этом а если это покажет что это допустим даст работу там сто сто двадцать там рабочие места создаст и так далее то наверное частично его могут поддержать то есть надо всегда исходить из того что проект развития вот мы их говорим и есть бизнес проект вот некоторые бизнес проект они напрямую влияют на развитие допустим создание рабочих мест понятно если цеха создадите то будут рабочие места это уже местное развитие понимаете а если этот просто цех создан чтобы получать прибыль то это не является местным развитием да этот человек станет лучше жить семья станет лучше и так далее но на местное развитие это не отразится вот надо вот эту грань где-то тоже находить то есть бизнес проект всегда надо находить как он связан с развитием здесь еще один вопрос Асана Касхад задает муниципал муниципал муниципальные предприятия имеют права на существование я думаю у нас есть муниципальные предприятия и другое дело что Айлокмуты может потом заниматься таким бизнесом как производство кирпича он будет потому что вот были проекты типа допустим открыть допустим рынок в каком-то селе но там не совсем было понятно этот рынок будет частным или Айлокмуты принадлежат и исходя из этого трудно найти финансирование понимаете но если Айлокмут говорю будет содержать вот такое предприятие которое является коммерческим чисто он ведь не оказывает услуги ничего он просто производит кирпич и продает Айлокмут может выполнять функции менеджера управленца таким предприятием я не знаю есть примеры у нас вот допустим этот как его там предприятие по очистке мусора можно создать в селе оно будет оказывать услуги и может получать какую-то прибыль но там понятно это он оказывает услуги чтобы в селе было чисто и заодно получает может быть прибыль а когда просто он производит кирпич и продает то есть сможет ли говорю то есть частник это сделает лучше чем Айлокмут вот отчего то есть Айлокмут лучше поддержать частника выделить ему место карьер понимаете создать ему условия вот функция Айлокмут здесь я думаю такая больше а не собственника собственником все-таки я думаю оно разорится кирпичный завод вот вопрос по этому комментарий от Макеев Саганбек он пишет муниципал крепич завод круга минфин джоу бербит алады мы замна джоу бербит не ну тогда да значит и еще один вопрос Алмазбек Дуранов будет ли ограничение максимальной стоимости проекта собственнику имеете ввиду проект который сейчас будет презентов в имеете ввиду Алмазбек Дуранов может поясните можете включить видео правильно ли мы поняли ваш вопрос сейчас вот уважаемый вектор можно чуть-чуть погромче вас не слышно да уважаемый вектор говорит о том что есть определенные бенефициары в данном случае я так понял что прежде всего наверное должно быть именно то есть вот как Асабек Теречиев нам до этого читал и говорил что безусловно должны быть проекты ориентированы на предоставление муниципальных менеджеров общественно значений на уровне АНИЛа ИМА и поэтому возник вопрос во-первых ограничения будут ли ограничения по максимальной стоимости проекта то есть вот вы сейчас в своих комментариях говорите те проекты которые приемлемы неприемлемы будут ли в этот потолок поскольку есть определенные ограничения наверное вы нам сейчас озвучите во-вторых поскольку есть пожелания у вас в отношении дальнейшего собственника то есть это будет муниципальное имущество либо это будет частное имущество в частности если будет бизнес инициативы поднятые а вот части здесь был комментарий относительно муниципальных кирпичных заводов но есть опыт в Сузовском районе в Барпаве в свое время по требованию местным жителям они построили муниципальный кирпичный завод и в принципе согласно уставу местного сообщества какая норма была в свое время заложена и за счет средств алекхмата ну алекхматы достаточно такой богатый и они еще насколько я помню еще в 12 году такой кирпичный завод построили именно муниципальный объяснить я обоснован с тем что продукт кирпич будет продаваться по социальной цене именно для жителей дальнего аэльного Аймаха в рамках решения проблем строительства жилища жилого расширения жилого фонда именно жителей Аймаха в арте спасибо не ну я и говорил что наверное закон скорее всего не запрещает все-таки муниципальным образованием быть собственниками ну наверное просто не везде все-таки такое предприятие будет рентабельно вот если это удается удастся сделать то наверное хорошо а по ограничению ну все-таки понимаете проект который вы должны реализовать ну в течение максимум 12 месяцев года он наверное не может быть большим потому что просто большие суммы на уровне допустим аэлном уровне нельзя будет это использовать потратить за год поэтому допустим если этот проект очень большой то он на несколько лет растянется например в некоторых селах крупных я знаю что вопросы например чистой воды Тазарсту реализовывались там 3-5 лет понятно эти проекты стоили там 100 тысяч долларов еще больше и так далее ну такие проекты наверное вот в рамках данного курса ну лучше не рассматривать и не презентовать все-таки меньше более такие компактные и с большим ограничением по времени если в рамках этого времени вы сможете потратить все эти деньги то имеется айлок мету не слушатель айлок мету то наверное по сумме ограничений в принципе нету но они я думаю физически будут что больше какой-то суммы редко удастся за год потратить еще один комментарий к вышескаженным муниципальным предметам Ибраим Аллауланбек айлок мету коммерция луква гата и шкана чуга мюнку немец мы зам ват урагель бельт и вопрос от Бакен на самом веку это вопрос Минфин ограничивает деятельность органов местного самопроизводства тогда один закон противоречит другому ну я тогда не совсем вот этот закон на который ссылаются я не знаю это связано именно с каким законом о местном самоуправлении или в каком законе есть это ограничение я не в курсе ну у вас наверное будут это тема по экономике местной это местной экономике там наверное этот тренер может быть он даст пояснение можно ли иметь это коммерческие организации создавать айлок коммерческие организации хорошо еще есть у кого-нибудь вопросы по теме нашего сегодняшнего тренинга у нас остается около шести минут просто я хочу привести пример вот допустим в Бишкеке это ведь тоже местное самоуправление Бишкек имеет коммерческие организации это тот же казалы это они все подрасчетные они не на дотации они являются подрасчетными другое дело что они оказывают услуги населения которые без которых это население прожить не может но это подрасчетная организация она имеет прибыль она то есть но владелец это местное самоуправление поэтому я не знаю чем допустим например почему нельзя владеть этим кирпичным заводом а можно владеть казалоком тут я не совсем но может этот тренер здесь комментарий потому что бишкек иоши имеют особый статус может быть да у нас осталось пять минут может быть вы как-то подытожите сегодняшний день и что нас ожидает завтра на вашем тренинге во второй части нашего тренинга по данной теме вот сейчас я это значит на второй части я все-таки хотел вот завтра я тогда сделаю вам несколько дам примеров проектов которые были реализованы слушателями аналогично курсов предыдущих так и может быть из этого вы найдете себе более приемлемый для вашего айлок но это потом я все-таки ожидаю что хотя бы вот несколько человек предложат свои идеи новые и мы их могли бы обсудить то есть мы будем значит обсуждать завтра те проекты которые были реализованы ранее слушателями курсов в разных областях там 4-5 проекта возьмем и я хотел бы от вас 2-3 идеи послушать и ну не в виде презентации хотя бы в виде слов или хотя бы в виде цели проекта устного обсуждения да сказать вот хотели бы вот например может быть то чего мы вообще не касались сегодня и до этого наши слушатели не реализовывали никогда ну например вот вопросы там не знаю эти проблемы есть или нет у села допустим проблемы никогда не было проектов связанных с тем чтобы обе это повысить например чтобы дети ходили в школу все потому что такое ощущение что этой проблемы не существует но мне кажется в бешкеке она точно существует потому что многие дети в общем-то вместо школы я сейчас не говорю про дистанционное образование а так многие дети в общем-то в магазинах на базарах находятся хотя они должны быть в школах я не знаю в селах есть такая проблема или нет или в селах все дети ходят в школу вот допустим я вот за это время никогда такую проблему ни в одном проекте не ставилось повысить посещаемость школ то есть ремонт школы было там тренинги были а вот повысить каким-то образом чтобы дети больше стали доходить в школу не видел например в этом я давно это слышал в этом в Колумбии вот проект был реализован такой вот на сельском уровне но это не в одном селе а там в большом ну города в области что все дети дети которые посещают школы каждый день получают допустим такую-то сумму денег родители но они получали это в течение месяца на карточку то есть у них система вот эта пластиковая карточка очень хорошо развита то есть не в виде наличных и вот то есть посещаемость государства поощряла тем что давали деньги не у нас как это можно делать и если это проблема огромное спасибо за сегодняшний семинар уважаемый напоминай завтра мы ждем вас всех опять в это же время в 3 часа по той же ссылке которую мы вам направляли на продолжение лекции нашего лектора Харабека Узапваева по поводу разработки проектных предложений для Аилна Хаймаков сейчас раз два три еще не все подключились сейчас не все включили так 3 минуты 3 секунды точнее раз два три огромное всем спасибо хорошего дня хорошего вечера и всех мы ждем завтра вновь с нами спасибо спасибо вам тоже